Сейчас во втором отделе милиции молодого парня совершенно вероятно скрутили и потащили на допрос, сфотографировали принудительно. Вот ребята-сидители это видели, могут рассказать, как это происходило. Сейчас происходило совершенно незаконно. Есть сотрудники милиции, несовершеннолетнего парня, который оказался разговаривать без родителей и сказал, что 51-й статье Конституции не будет давать показания, заломали двое сотрудников, не представившись, заломали его руку, руки просто потащили. Мы не знаем, что же никуда он пытается его разбить, но... Нам сказать ничем не было. Алло, алло. Кто видел, что вы сказали? Капитан, женщина непонятная, категорически отказывается представляться. Значит, ни нам, ни ему, то есть, говорит, что пойдем в комнату зайдем, я тебе там лично представлюсь. Вообще непонятные какие-то секреты. Ну, сколько она дала команду, это капитана, значит, и сержанта схватили, заломили конкретно парню руки, заволокли его в комнату. Какие-то непонятные, там, якобы понятые, пришли, значит... Причем, эти понятые, которые сидели за нами вошли, да? Да, его вынуждает, значит, дать официальный, значит, отказ отдачи показаний, чтобы он подписал, что и отказываясь к этому, типа, то есть, морозит парню в голову. Непонятно, чего они с него хотят. Ну, вот мы здесь все, нам никаких вопросов не раздают, молодец, значит, они переливидируют. Ну, естественно, понятно, чего. На самом деле, больше всего они боятся молодежи. Поэтому, естественно, так как по несовершеннолетним у них чуть больше полномочий, да, там, можно поставить на вот что-то или еще что-то. Сразу можно засугать. Я уж не говорю, что совершеннолетний, тем более несовершеннолетний, нельзя фотографировать везде согласия, да? Это известная вещь, вообще никто не может быть фотографирован везде согласия, да? Поэтому вот то, что они тащили чей-то насильно на фотографирование, это авторюмное беспределение. Как это выглядело, может сказать, как по-другому? Ну, как происходили саблицами? Взяли парня, взломили ему руки и тащили повторирование. Ну, конкретно, вот, сержант берет, залабывает руку, знаешь, вот какому-то мне, сформулику потащили. Оттолкнул всех, тех, кто был задержан, оттолкнули достаточно грубо, надо сказать, что задерживали очень быстро. Ну, им понятно, что ни за что задерживали, даже на истории ничего сказать. Заломили руки, я видел вот моим коллегам по партнерам, я видел, как меня заламывали, то есть я пытался сказать, кто это, мы переставили. Это на площади. На площади, да, мне сказали, почему задерживать, кто задерживает, на каком праве задерживать. Вот, то есть я считаю, что это вообще по течению человека. Уйду вообще. Чудень не будет. Подробнее это может еще добавить по поводу этого молодого паренька несовершеннолетнего. Кто-то еще видел, кто присутствовал, как задерживает, расскажет, нет? Ну, конечно. Да. Ну, а не было сказано, что это незаконно, что они нарушаются. Это они даже не представили, что он попросил представиться, но они отказались. Да. И просто поломали. А за что их взяли? За что-то их взяли. Ребята, а вроде бы его сфотографировали, да? Видно? Да, его не законно сфотографировали. Мы видели, как он сфотографировал, не имея никакого права. Я не знаю, что сейчас с ним происходит. А как это выглядело? Ну, они просто взяли какой-то фотоаппарат и в щеку. Ну, я сейчас не понимаю об этой жизни. Совершенно грустно. При всех это все обидели. Ну, понятно. Ну, понятно. Спасибо. Спасибо. Ну, сейчас в сторону изделия милиции находится. Сколько у нас? 15 человек, да? Оформляется протокол. Или вам... В том числе, один из слушателей. Или это происходит? Да. У нас еще нет. Не рассказывает. Нас права. Ничего пока не рассказывает. Да. Ну, да. Ну, понимаете. Они у них уже были вполне простой и очевидно. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...